В Омске футбол В Омске футбол Чемпион города 1925-1926 года Стадионов в то время как такового не было Все матчи проходили на базарной площади Где сейчас расположен стадион Который центральный стадион Сейчас стадион Динамо Тогда это была базарная площадь Все тут матчи проводились на нем И иногда некоторые игры проводились на городском ипподроме Дата рождения Омского футбола Мы считаем 1910 год Это идет отчет И Омскому футболу в 2010 году Мы исполнили 100 лет К этому дате Мы приготовили книжку От якоря до Иртыша Вот Алексей Головченко Один из первых фанатов футбола Который Своим энтузиазмом Заражал других И привлекал людей к занятиям футбола Омск в то время был лидером Сибирского футбола Постоянно занимал первые места в чемпионатах Сибири А в 2024 году впервые Омске приняли участие в первенстве страны Среди городов Тогда играли не команды, а сборные городов Но успехов там не создали в группе А вот в военные годы Так же вот футбол не прекратил свое существование В 1943 году наши футболисты стали чемпионами Сибири В то время в команде блистал Лидер Филат Бобров Который стал бомбардиром от турнира с восьми голами И Он вообще в Омске ходили в то время на него А как он появился? Как он учатился в Омске? Появился не только он Появилось два таких знаменитых футболиста Это Петров и Бобров Все они с Ленинграда Все они эвакуированы с заводами И у всех могил и матерей здесь в Омске Бобров где-то в 1944 году перебрался в Москву А Петров поиграл даже в составе Иртыша Та команда назвалась не Иртыша, крылья Советов Он играл до 1947 года И в 1947 году стал лучшим бомбардиром команды с десятью голами После этого перевели его в Новосибирск А после Новосибирск он так же как и Бобров попал в ЦСКА Оба они играли в Олимпийских играх Петров принимал участие в 1952 году в Олимпийских играх Бобров в 1956 как футболист А потом дальше как хоккеист стал известным хоккеистом А до этого конечно звезда москов футбола Это был Николай Бударин, герой Советского Союза Который был вообще в Омске спортсмен По всем видам спорта он был лидером И по бегу, и по лыжам, и на конькам Ну и в футболе блистал Вот он играл первый, который в 1936 году Спартак у нас принял участие в Кубке страны Среди команд А в 1937 Динамо Ну и там в Динамо блистал Бударин Это был лучший игрок, он в сборной города в Омске был Ну к тому всему он был руководитель спорта областного там Да вообще он был такой человек тоже отдельно Вот мы при нем турнир проводили в Ударине Тоже при нем можно рассказывать и рассказывать и рассказывать В 1968 году в то время практиковалось такое Что в городах приезжала сборная ветеранов Известных советских футболистов Или команды мастеров высшей лиги Приезжали, проводили товарищеские мать с Иртышом Поэтому Иртыш проиграл и с Динамо И с ССК, и с Торпедо И с Локомотивом с высшими лигами То есть все ведущие футболисты были вот У нас гостями, все играли на стадионе Красная Звезда Почти 12 лет назад получается К нам приезжал Кубок Уэфа Помните этот цикл? Это было на стадионе Динамо В преддверии матча Финал Кубка Губернатора Когда играли Динамо и Спартак и Силькуль Было много зрителей Все желающие сфотографировались с Кубком Много желающих было сфотографироваться с Кубком Это был действительно какой-то такой праздник Потому что люди впервые увидели приз такой За который борются команды Но в финале стало, что впервые Силькуль обыграл Динамо То есть взял реванх Перед этим Динамо обыграл Исилькуль А тут Исилькуль на стадионе Динамо Выиграл Кубок Губернатора Ну конечно вот еще про то, что вот конечно Кубок, что в Омске везет Это конечно-то мощный, но еще не даст толчок Для развития Омского футбола какой-то Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова